Добрый день, дорогие мои! Вы на канале «Привет, Ангел!» С вами Народный Батюшка. Мира и добра вам от Пресвятой Троицы. Несколько раз я вам уже обещал поговорить о Карле Гюставе Юнге, психологе, психиатрия, философе, я бы так сказал, теоретике социальной жизни. И всё это потому, что я недавно где-то встретился, что якобы учёные считают, что западный мир живёт по теории Карла Юнга, и поэтому его поведение, ну, в общем, такое, как мы с вами видим, поведение, в какой-то степени правильное, потому что по Юнге оно правильное, по Юнгу оно правильное. Но мы с вами рассмотрим, почему оно в этих элементах, которые мы не признаём, кажется им правильным, и попробуем осознать, что же здесь не так, с точки зрения нашей, можно так сказать, психологии и духовности. Так вот, Карл Гюстав Юнг жил в XIX веке, родился он в 1875, по-моему, году. И одни говорят, что он был учеником Зигмунда Фрейда, который тоже в XIX веке, и свою теорию бессознательного супер-эго, супер-я выдвинул в XIX веке. Но некоторые утверждают, что он был соратником, то есть он вместе с ним это делал дело, хотя, конечно, он младше, чем Зигмунд Фрейд. Мне, в общем-то, всё равно, но абсолютно точно, что Карл Гюстав Юнг продолжатель Фрейда, а Фрейд, на мой взгляд, продолжатель нашего Ушинского Константина Дмитриевича, больше того, те, кто изучал Фрейда в 50-х годах, ну, то есть в советское время так и говорили, что Ушинский стал основой для того, чтобы Фрейд свою теорию выдвинул в супер-эго, потому что Ушинский выдвигает нашу бессознательную душу, теорию нашей бессознательной души, которая получает информацию оттуда, откуда мы не знаем, вот, ну, не осознаём. Но он-то, так как он был хорошим христианин, он утверждал, что эта информация как раз идёт от Бога. Фрейд появился в то время, когда теория Бога, как того, кто даёт информацию и даёт возможность осознавания этой жизни, очень сильно критиковалось. То есть, особенно во второй половине XIX века прям такой взрыв был, можно так сказать, социальной активности, ума человеческого, огромное количество появилось новых философов, которые, ну, с XVII века в таком количестве не появлялись и никаких новых теорий не выдвигали. Тот же Эрнст Маха, о котором я вам уже говорил, он просто разгромил же, вот в этой книжечке, разгромил учёных прошлого, начиная от Аристотеля, Платона, Ньютона и так далее, и тому подобное. И пишет новую механику, на основе которой у нас теперь есть гиперзвук и много-много ещё чего хорошего. Вот, пожалуйста, XIX век, чисто из ума, он всё это высчитал, и теперь мы этим владеем, потому что хорошо умели читать. Так вот, Карл Гюстав Юнг выдвинул несколько своих теорий, обобщив теории той психологии, которая была, и в том числе Зигмунда Фрейда, но так я понимаю, что ему не хотелось быть, можно так сказать, перебивать Фрейда в своём значении. Он несколько по-своему всё это и со своей терминологии выдвинул, но когда читаешь и то, и другое, то, в общем-то, не видишь, что сильно далеко они шли друг от друга, а когда читаешь Ушинского, вообще понимаешь, что никуда они не ушли. Я, конечно, сомневаюсь, что они его читали, я думаю, что это такое общее, как, знаете, в это время было духовное просветление человечества. То есть Бог время от времени даёт нам вот такое просветление, даёт, как мы знаем, апостолов или даёт пророков своего времени. И они, эти пророки, выдвигают, как же дальше жить и что же будет главное для этого дальнейшего существования. Так вот, Юнг выдвинул теорию коллективного или массовой психологии. Больше того, он прям так и называл коллективный дух, массовый дух и так далее. Давайте я вам могу прям конкретно объяснить, как он это называл, потому что вот передо мной есть статьи на компьютере, и его теорией называется коллективное бессознательное. То есть, если Фрейд дошёл до того, что у человека есть своё бессознательное, то есть, если бы он почитал Феофана Затворника, ну, если бы он почитал наших святых, то он бы не удивлялся, что у нас есть душа и есть дух, которые и есть то бессознательное, которое в конечном итоге он назвал супер-эго или супер-я, то Юнг пошёл дальше. Он из этих супер-эго и супер-я или из этих душ, если мы нашим языком говорим, составил коллективный дух, коллективные бессознательные, которые подразделял подразделял на очень разные архетипы, он назвал людей, которые относятся к тому или другому, можно так сказать, сообществу коллективного, бессознательного, бессознательного. И он выдвигал семейные, национальные, расовые, бессознательные, духовные, в том числе и церковные, бессознательные, что вот архетипы людей, то есть разные типы людей склонны быть в том или ином, можно так сказать, кругу, соответствующем эту духу людей и составлять в этом кругу своё что? Бессознательные. Вот это самое, как говорится, главное бессознательное, которое у них звучит и которое в конечном итоге, я опять же вам уже неоднократно объяснял, в книгах Гюстава Лебона превратилась в форму барана бессознательного, которого можно брать и руководить. Даже не так. Барана-то надо за рога брать, барана-то надо тащить. Скорее, знаете, есть такая вот эта сказочка, как на дудочке играл, и там все крысы за ним пошли. Вот это абсолютно точный пример коллективного бессознательного, которое, можно так сказать, установили психологи 19 века, обобщили, назвали, для некоторых до сих пор считается эталоном. Это то, что открыл Фрейд или Юнг. У нас-то, конечно, были свои психологи, которые объясняли гораздо более точными, можно так сказать, элементами то, что происходит. Тут же, опять же, Константин Битрид Шушинский и его последователи в большой степени объяснили некоторые вещи просто органическим воздействием, то, что у человека есть организм, который что-то хочет, а не какой-то бессознательный. Да, организм тоже бессознательно заставляет вас что-то хотеть, и вы иногда идёте к холодильнику, ещё не чувствуя чувство голода, но что-то уже хочется, или идёте куда-то для того, чтобы что-то получить, на концерт или ещё что-то. что-то тянет, да? Вот это бессознательное. Но не всегда это бессознательное относится к душе. Например, я знал в Москве один театр, и в него ходили, потому что там хороший буфет. Нет, там и спектакли были хорошие, я тоже ходил в этот. Значит, но я удивлялся, что там огромное количество интеллигенции после первого акта оставалось в буфете, где ещё и наливали коньячку, и тут ветчина, хорошая колбаска и всё остальное, и не ходили смотреть спектакль. Вот их коллективное бессознательное органически имело основы, то есть хочется что-то вкусненькое, что-то покушать, хотя вся уже духовность, она там немножечко в стороночке ходя, они считали, даже в какой-то степени тех, кто остался, не пошёл на второй акт, они считали неким интеллектуалом, который не зря сюда пришёл. Я однажды пришёл, по-моему, второй или третий раз на один и тот же спектакль, ну, просто разных людей водил. И остался действительно после акта просто что-то мне надо было обдумать или... Так они так меня зауважали, эти люди. Кто-то подсел со своей чашечкой кофе, начал что-то умное рассказывать или как-то общаться. Ну, вот это такой бессознательный. Значит, Юнг это бессознательное сделал главным управляющим индивидуального бессознательного. То есть, пока ты едешь один на велосипеде, ты значит бессознательно крутишь педалями, что-то думаешь, так немножечко посматриваешь на какие-то ямки и едешь один. Когда ты садишься в автобус, вы едете в одно и то же место, согласно вашему архетипу, вот, значит, по одному и тому же маршруту и даже смотрите по сторонам, а я люблю сесть на первое место еще и посмотреть, какие впереди ямки, но вы делаете эту поездку бессознательной для себя. Вы сели, и все, и вас везет шофер. Вот у Юнга такими шоферами становились те, кто умеет осознать коллективные бессознательные и им управлять. Он назвал это аналитической психологией. То есть он предлагал изучать тех людей, можно так сказать, анализируя их по-разному. Система Фрейда ему давала много. Кстати, он сын священника, он из духовной, и поэтому много заложено из той религии, к которой он относился. Просто язык новый выработан, а вложены в общем-то такие вещи. Так вот, он эту коллективную психику позже назвал объективная психика. То есть становится она в группе объектом, который можно изучать, можно им управлять. То есть человек состоит из огромного количества клеток и живых существ. То же самое он и в психике объявил коллективными существами, вот такие архетипы это объективная психика. И трансцензидальность бессознательного, то есть вот эта связь, или как я в последнее время всё называю, рефлективная связь, он назвал средством коммуникации между вот этими различными духами, архетипами, которые в конечном итоге вообще создают весь большой дух. что можно так сказать на Западе пошло не так. Хотя вполне он абсолютно описал, я бы так сказал, путь к коммунизму. А это так и было принято, что мы вот идём, у нас же есть страны как капиталистические, так и социалистические страны того мира есть, которые значит и там тоже почему-то не так ведут себя. И вполне бы можно было пойти и подчинившись его синхронизации, вот главная его идея, что все синхронизируются в конечном итоге. Ну что такое значит синхронно? Ну это у нас ходят строим синхронно, да? Топ-топ-топ-топ-топ, то есть все это, вот, синхронно, то есть задача была им поставлена синхронизировать эти архетипы сообщества на основании их, эти можно так сказать психогруппы или психосущества в одном направлении коллективной деятельности, то есть ну давайте все сделаем одно дело, будем работать на добро и у нас все получится, но в этом кто-то мешает, какие-то есть те, кто не понимает, что они часть коллектива, так они еще и некоторые не могут этого понять, что они часть коллектива, поэтому что надо определиться, кто вообще может входить в эту часть коллектива, национальную, религиозную, общественную и так далее, и тому подобное, тот, кто умеет синхронно действовать, они перевели дух в действие и кто умеет быть наиболее синхронным в общем действии, тот как бы и становится одним из тех, кто готов к этому коллективному коммунизму, к этому коллективному хорошему житию. Ну и мы видим, что, конечно, проверилось это больше всего в Германии, и Адольф Гитлер, вот это коллективные бессознательные Фрейда, он знал всех этих Юнга, естественно, были у него свои, и там еще под звуки Вагнера и остальных, значит, кто давал эту синхронизацию, привел к тому, что вот она, особые нации, духовные нации, надо помнить, что он относился, он масон был, да еще высшего ранга масон был поставлен, то есть это некая духовность такая, которая вот это коллективное бессознательное видит и управляет, но в нем, в этом коллективном бессознательном есть нехорошие люди, у которых свои, можно так сказать, чувства, секс, еда, значит, желание денег заработать, желание властвовать и так далее, ну, у нас это, мы называем семь смертельных грехов, вот они, они же все имеются, и вот как-то с ними надо поступить, и здесь был способ, который в конечном итоге, грубо говоря, предложил Адольф, просто уничтожить, раз ты не соблюдаешь половую чистоту, расстрел, раз ты воруешь расстрел и так далее, там подобные, ешь не те сосиски, расстрел, я утрирую, конечно, но когда поняли, что вот так всех не расстреляешь и всех не убьешь, вот, и война показала, что даже такая синхронизация не приносит никакого, они же не количеством воинов определяли, что они смогут победить, а количеством духа, больше того, у него была идея, что дух этот сосредоточен в некоторых местах, помните, там группа Адельвейс на Эльбрус шла, я вам рассказывал, она зачем шла? За духом, то есть, вот, якобы дух этой горы, которую они считали тут чуть ли не Нибелунгов, место рождения Нибелунгов, вот, считали, что если они его покорят, то есть, надо победить этот дух, и он будет твой, он будет на тебя работать, как у нас иногда в волшебной лампе Ладина победили Джина, посадили в бутылку, всё, он будет на тебя работать, вот они шли покорять Адельвейс, покоряли и думали, что этот дух им даст победу, но мы-то с вами знаем, что есть хорошие, есть плохие духи, есть бесы, грубо говоря, есть ангелы, есть бог, есть сатана, побеждает всегда тот, кто с богом, хотя они тоже писали, что они с богом, но, к сожалению, бог оказался такой вот кровожадный, грубо говоря, бог, но, когда поняли, что вот не этим путём нужно идти после Второй мировой войны, я бы сказал, даже ещё после Вьетнамской войны, когда тоже хотели, Корейской война, где всё ещё думали, что можно каких-то плохих убить, остальные хорошие будут рай создавать, будут коммунизм создавать, но пришли к выводу, что не очень эти убийства, я думаю, с 60-х годов началось вот это хиппи, вот помните всё, а это началось что? А у Фрейда есть теория суперэго, в котором есть какая-то травма детская, он считал одна из в детстве тебе что-то, ну, он считал, что главные сексуальные травмы, и я уж не буду вам уточнять, потому что это, грубо говоря, не моему саму объяснять, чего там мальчик хочет, чего там девочка хочет и все остальные, если хотите, сами изучите, но у него психотравмы было и то, что отняли игрушку и он после всю жизнь будет у кого-то что-то отнимать, чтобы компенсировать себе эту игрушку, у меня была такая история, у меня травма до сих пор действительно, что в яслях меня принесли родители на круглосуточные ночевать, а мишку, которого я любил, не дали со мной, и воспитательниц пришло с ночью, в час ночи идти за моим мишкой, потому что я плакал, кто у меня мишку отнял, не давал остальным детям спать, шучу, конечно. Нет, если так, то вы найдёте огромное количество в том числе этих психотравм, к чему едят, едят теперь торты, а не было их в нашем возрасте этих тортов. Каждый торт у меня вызывает в магазине слюнки, потому что когда-то это было, появились пирожные с розочками, торт, ты что, мечтаешь такое пирожное съесть и так далее, это всё психотравмы, психотравмы. Только у Фрейда-то как они лечатся? Дать реализовать. Хочет мальчик, чтобы у него был другой мальчик, дайте им реализовать, он скоро поймёт, что это не дело. То есть у Фрейда страсти удовлетворимы. даже подсознательные страсти удовлетворимы. То только дай им удовлетвориться. Хочет денег, ну пусть заработает. Хочет пирожных, да сколько хочешь в магазине, их выложи. Хочет того, что не хочет нормальный мужчина или женщина, ну пусть, он успокоится, он где-то там, а после успокоенный будет ходить. Он будет здоровый, когда всё это в общем-то сделает. Так вот эта теория начала грубо говоря превалировать, как возможность успокоить молодое поколение. Далее хиппи сделать всё, что они хотят. Мы-то с вами знаем какие-то, и я в своё время, будучи в Советском Союзе в какой-то степени относил себя к хиппи, вот, хотя я понятия не имел, что они там все на наркотиках, значит, у них вот этот коллективный секс там, и всё, всё, что хочешь, процветает. До нас-то дошли это штаны грязные, и майки рванные, и волосы длинные, всё, ну, и Битлз поёт. Ну, всё, я с гитарой, с волосами, я уже хиппи. Что я хиппи? Я свободен. Хиппи, я свободен. Вот так хиппи объяснили, что ты свободен делать всё, что хочешь. Когда поняли, что ничего не получается из того, что им дали, и они чуть-чуть побалуются, как дети, а потом вырастут в нормальных, вы помните, что выделили им город, который они превратили в ничто, хиппи до 90%, как я понимаю, погибали. Тогда им придумали яппи, то есть Битлз сначала волосатые ходили и в этих джинсах и всё остальное, а потом стали ходить в чёрненьких костюм, в этих галстучах. Это противоположные яппи. Но при этом сказали, что другие качества, которые хочется человеку могут перебить, деньги заработать, свободу слова, значит, свободно говорить, это тоже у нас подсознательные желания, когда тебе затыкают рот, у нас ведь самый страшный грех, что ты мне рот затыкаешь, дайте мне сказать это, это у нас подсознательное желание быть свободным, желание говорить, вот пойдя по этому пути, что дадим всё, что хотят они реализовать, и это будет либо изгои, которые погибнут от этой реализации, и ладно, и бог с ними, они сами себя, грубо говоря, вычистят из этого общества, либо это будет профилактика для тех остальных, кто смотрит со стороночки и не будет втягиваться, видя, как это всё гибнет, как сейчас нам показывают, а это не показывают, мне это рассказывали несколько лет назад, что какая, да в Америке там наркомания есть только, там валяются целыми городами и всё остальное, хотя есть и хорошие люди, и хорошая жизнь, и всё остальное, но вот эти-то становятся примером. Мы этого не переживали в советское время, то есть всё-таки смогло советское время уберечь в том числе и молодёжь, хотя в какой-то момент дали, а пусть, пусть, вот эта теория, да пусть, я сам был руководителем молодёжного движения, у меня клуб был, мы с матушкой большое количество людей собирали, ну так это, вдруг в какой-то момент меня вызывают в райком и прямо чуть ли не торжественно заседание бюро поспрашивало, каких мы политических взглядов, что мы хотим и что такое, и вдруг говорят, знаете, там вот, говорят, у молодёжи популярные, вот она, второй секретарь райкома смотрит список и перечисляет группы, у которых мы тоже знали, там уже, Бонни Эм, Нирвана, там всякие, и все остальные, Пинк Флойд, так вот она корявым языком, так мы, в общем, не возражаем, если они у вас появятся в репертуаре, а у нас был такой музыкально-танцевальный, можно так сказать, клуб, но появилось у нас в репертуаре, и, честно говоря, я-то не видел в этом ничего плохого, да больше того, я знаю, что когда мы при этом патриотическую какую-то деятельность, еще какой-то, оно, в общем-то, расширяло сознание, но не приводило к какому-то упадку, но вот когда в 90-е все оставили и не не стало коллективного, как говорится, духа, который направляло на общую какую-то идею, идею создания справедливого общества, там, или еще что-то, то, к сожалению, появились те, кто погиб, если сейчас посчитать, сколько погибло в 90-е и до, можно сказать, до двухтысячи десятых и так далее лет от наркомании, от алкоголя, от убийств, от... я как-то еще раз повторяю, я вам уже рассказывал, что как-то приехал на Урале, на кладбище меня привезли, а там вот эти новые русские огромные кладбища, стоят большие черные плиты и они с мерседесами, вот с такими телефонами на этих и вся молодежь и говорят, вот, вот что такое бандитизм, и называют цифры, я не помню, что в Екатеринбурге мне называли, но в Пятигорске мне один из таких молодежных лидеров, которому мы помогли когда-то избавиться от наркомании, говорит, ну у нас тысяч пять погибло такой молодежи, от чего погибло? От того, что в девяностые тоже сказали, а, пусть что хотят, и все появилось, вот, что хотят, наркотики, секс, так называемый, бандитизм, и все остальное, и все остальное. Мы-то, я не скажу, что пошли по этому пути, у нас просто, грубо говоря, нет социальной основы для того, чтобы идти по этому пути, мы все-таки достаточно уже за тысячелетия состоявшиеся народ, даже если он и коллективный народ, и у нас есть уже свои традиции, национальные, нравственные традиции, они в каком-то народе лучше, в каком-то хуже, но ни в одном из народов нашей страны нет, я уж извиняюсь, коллективного секса там, или наркотиков как нормой, но нету, вот, нет, могут привести какие-то единичные примеры, я тоже могу вам привести, я все-таки занимался народными культурами, но это же не является общенародной такой вот, и поэтому нас сломить вот этими не удалось, не удалось, не то, что сломить, а втянуть вот в это не удалось, а Запад в это втянулся, и они пропустили еще раз, повторяю, я все в последнее время тут этого ученого, они пропустили то, чему предупреждал Лейбон, что когда коллектив опускается на животные уровень, а это все животные действительно вот эти ощущения, ну, я вам как описывал тот же Мах, тот же Ушинский и другие психологи, что вот это желание секса, нажраться там, напиться и так далее, это все еще у животных существует, но и то в организованном форме, у меня кот никогда не съедает полную тарелку еды, обязательно отойдет, он чувствует, когда надо остановиться, а у человека вот эта бесконечность души заставляет его делать бесконечно, у него становятся эти чувства бесконечными, страсти бесконечными, неудовлетворимые страсти, их нельзя удовлетворить, но у нас останавливает общую нравственность, коллективную нравственность, национальную нравственность, в некоторых наших народах она гораздо еще строже, чем в других народах, я это приветствую, а коллективный запад поддался вот этому теории Юнга или Фрейда даже, что мы массовые бессознательные дадим тем, кто хочет удовлетвориться и стать спокойным, это такой идеалистический что ли взгляд, наелся и лежит спокойный, так он завтра опять есть захочет, или как у нас говорят, натрахался и больше ему не надо, так как завтра он опять захочет, вот они этого не поняли, они не поняли своих психологов, у них их больше, больше того, я скажу, скорее всего, они запутались как раз в этих психологах, потому что их больше было, прямо они такие мощные, известные, что ты, обосновывают, да обосновывают, что можно убить и ничего, не будет, этих людей станет меньше и ладно, этих можно в резервации, они там как-нибудь по-своему выживают, ну вот это мы с вами и видели историю западного мира, западного мира, придет ли он к нам, чтобы нас запустить в это, вовлечь в свои вот такие коллективные, бессознательные, чтобы новых членов втянуть в эти, чтобы было что-то новенькое и что-то это, вот это сейчас очень большой вопрос, то есть пока я слышу вроде вещи-то правильные, такой патриотизм, национальное самосознание, национальные культуры и так далее, все это очень правильно, но тем не менее внешне я вижу, что огромное подражание идет западу, и идет западу подражание с точки зрения воспитательной системы детей играют, вот они все, вот они все играются, вот они все поют, пляшут там, не было в традициях русского народа воспитания ребенка через танцы, пляски и постоянные игрушки, нет, у нас были игры, даже Суворов военные игры выдумал, но они все несли серьезность, осознание того, что ты делаешь, они понимал ты, когда играл с горы долой, что нужно быть крупным, здоровым и с сильными ногами, чтобы тебя не столкнули, а не просто в красивой кофточке с названиями и коллективно уметь что-то это, это неправильный для страны путь, когда мы говорим одно, а делаем другое, когда мы говорим о национальных традициях, а форма жизни у нас копируется с западных образцов, так не может быть. И проблема у нас в том, что у нас огромное количество в 90-е, в 2000-е годы вот неких этих специалистов, которые они пришли и в молодежную среду, и уже некоторые даже в большую политическую, они воспитывались на Западе. Те же вот это Чубайс, там же вот помните большая группа тогда Горбачевым была отправлена 60 человек в Америку, чтобы зачем разручить Советский Союз, вот в ней был этот Чубайс, ну и много других, не буду я их поминать. Так они что, они разрушили, но когда ты начал рушить и это твое главное состояние, ты не можешь дальше не рушить. А после поехали обучаться, как работать, как предприятие создавать, как психологи, мы пусть у нас, если не съездил за рубеж, то ты никакой не психолог, ты там где-то должен научиться, как управлять другими людьми. Вот эти все системы когнитивного так называемого управления откуда взяты? Из Запада взяты. А это не ложится на наш менталитет, не ложится на наш рассудок и не вмещается в традиционный, можно так сказать, русский рассудок или дух. И что теперь видим? А теперь мне рассказывают, что когда даже экономически форумы проходят где-то большие, вот прямо по телевизору мы видим цифровые технологии там или еще что-то, форумы. В Фуэ сидят несколько гадалок, вот, карта Таро, еще всякая мутья, вот такая, и к ним очередь стоит. Из зала, значит, в зал не идут, стоят, ждут, когда им гадалка скажет, это люди с докторскими якобы, диссертациями, ну, не с докторскими, но облеченные званиями, что они тут руководители, что они организаторы и все остальное. Как так? А вот это и есть, вот это снижение коллективного, бессознательно, грубо говоря, на животный уровень, где ты уже не знаешь, как действовать, если тебе гадалка не скажет, вот что выпадет, так и сделай. Как там в Алисе в стране чудес, да? Помните, там она встречается с перчаточником, что ли, не помню, которого спрашивает, а куда мне идти? А он говорит, а она спрашивает, по какой дороге идти? А он говорит, смотря куда ты хочешь, она говорит, да мне все равно, ну тогда иди по любой. Вот так им все равно, что гадалка скажет, то значит и пошли по любой. Почему? Потому что в коллективном, бессознательном, свое личное сознание теряется, оно перестает тебя вести по жизни, перестает руководить тобою по жизни, и это я думаю, это преодолимо, преодолимо. И прежде всего я надеюсь, что вот это новое поколение вот таких, как мой внук, ну я по возрасту имею в виду, оно немножко имеет другую форму общения, то есть у них рефлексия осознанная, коллективная, они находясь в том числе через интернет в неких группах, не осознают себя как общие стадо, которые кто не скачет, тот знаете что, вот, а все-таки сознательные себя группы осознают, которые может что-то сделать, ну в том числе в программировании, в изобретательстве и все остальное. Вот так. Я надеюсь на нашу здоровую молодежь сейчас, если не смогут ее вовлечь либо в западную форму, где все, что хочешь делай, лишь бы был спокойный, как там, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало, да? Вот Юнг, Юнг-то где? Вот он, Карл Юнг, лишь бы не плакал. Вот это Запад и взял эту лишь бы дяди не тешил, только бы не плакал. У нас такого в общем-то поговорка-то ироничный имеет, да, характер, что нет, все равно мы не дадим тешиться, чем попало, нам надо, чтобы был правильный, умный член общества. Вот так. Ну, будут вопросы, можно обсуждать, но я имею чёткое понимание, что психологи 19 века, психиатры, нейропсихологи сейчас, когнитивные, специалисты по когнитивной, они всего лишь язык меняют. Ещё раз повторяю, Феофан Затворник, Игнатий Бринчанинов, митрополит Влахас в своей православной психотерапии уже всё написали, там уже всё есть. Другое дело, что их надо теперь на современный язык как-то переводить. Вот этим бы надо заниматься, в том числе патриархии, говорить с молодёжью на современном им языке, объясняя те явления, значения, понятия, которые у нас есть в духовности. Вот этого, к сожалению, я не вижу. но поживём, как говорится, увидим. Всё, здоровья всем, радости, аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok